И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Вновь мы видим нападение на оппозицию. На этот раз жертвой стал депутат Московской Городской Думы Олег Шереметьев. Вы не раз могли видеть его выступление и на нашем канале. Это депутат, который прошел в Мосгордуму с помощью умного голосования Алексея Навального. Вы, наверное, помните, что благодаря умному голосованию партия КПРФ пополнила ряды в Московской Городской Думе. Теперь мы видим откровенное давление на всех, кто не боится режима Путина. А Шереметьев открыто выступал против Путина. Он также поддерживал национально-патриотические силы, состоял в Едином оргкомитете оппозиционных сил, выходил 22 июня на митинг против Путина в Москве. Ну а теперь в свете нападения на КПРФ всех неугодных членов КПРФ власть начинает попросту сажать. Так в чем же его обвиняют? На него уже завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В сообщении СК отмечается, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года депутат представлял думский аппарат документы о примировании своего помощника, содержавшие заведомо ложные сведения. В них указывалось, что ассистент выполнял задания особой важности и сложности. Полученные средства Шереметьев присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Столичному бюджету был причинен ущерб свыше 2 миллионов рублей. Решается вопрос о задержании депутата и избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Оппозиция уже заявила, что это дело полностью сфабриковано. Удивляет, как это вообще может быть преступлением. Данная схема оплаты труда помощников используется всеми депутатами и является естественной. По решению большинства единороссов, всех депутатов сняли с денежного удовольствия, то есть они работали на общественных началах. Но их помощникам полагалось вознаграждение. У Олега их было четверо официальных, помимо этого были и другие. Естественно, их труд приходилось оплачивать именно таким образом. Но власть, видать, посчитала, что запросы на выплаты денежных средств помощников не соответствуют их установкам и не являются заданиями особой важности и сложности. Ну, конечно, вытаскивание политических заключенных из за стенок путинских тюрем для них это неважное дело. Борьба с коррупционерами в Москве это неважно. Вообще забавно смотрится на этом фоне уголовное дело против жесткого оппозиционера, а по сути нищеброда. Да-да, именно нищеброда, так как ядросовому с гордуми себе явно ни в чем не отказывали. Шереметьев же, наоборот, не имел никакого левого дохода. Шереметьев прямо заявлял, что отказался от взяток в виде ежемесячных конвертиков и коттеджа, которые ему обещали подарить. Он пользовался предусмотренной возможностью для выплаты своим помощникам. Вы, наверное, помните, как Алексей Навальный первым разоблачил весь этот единороссовский беспредел в Московской городской думе. Ядросы, оставшись без зарплат, получили немаленькое вознаграждение. Это и деньги в конвертах, и каждый получил по незадекларированному коттеджу. Ну а глава Мосгордумы за прошлый год получил доход 2 миллиарда рублей. И все это при том, что дохода-то не было. Помощники Олега Шереметьева получали в среднем по 70 тысяч, что для Москвы деньги небольшие. Но власть решила, что и это очень много для выполнения важных сделок. Глава Мосгордумы с двумя миллиардами продолжает служить своим хозяевам, а депутата Шереметьева за то, что он оплачивал труд своих помощников, садят в тюрьму. Также вы, наверное, заметили, что это очередной наезд на депутата от КПРФ, что в некотором роде закономерно в последнее время. Посмотрите, как Путин мстит коммунистам за их отказ поддержать его голосовалку. И делается все это открыто, без стеснения. Не знаю, уважаемые зрители, что будет происходить дальше, но надеюсь, что руководитель КПРФ использует все возможные силы для того, чтобы Шереметьев не превратился в очередного политического заключенного. Обвинения в отношении него надуманные, притянутые за уши. Видите ли, властимущим не понравилось то, на что тратились деньги. Они посчитали, что задания помощникам депутата были не особой важности. А что для них может быть особой важностью? Ну, конечно же, защита интересов коррупционеров и полное потакание этому режиму. Наш канал также встает на защиту Олега, и мы присоединяемся к оппозиции, которая требует снять все надуманные обвинения в отношении Шереметьева. Мы продолжим знакомить вас с этой информацией. На данный момент все, оставайтесь с нами.